Во вторник на стадионе «Текстильщик» собрались все, кто после недавней ничьей с Костромским «Спартаком» не потерял веру в любимый футбольный клуб. На этот раз соперником красно-черных стал футбольный клуб «Вологда». Матч начался в том же темпе, что и предыдущий. Обилие моментов, атакующая игра и никакой реализации. А между тем гости, аутсайдеры турнирной таблицы первенства с лидерами решили не церемониться. Играли довольно жестко. Одному Саная после встречи с вологодскими игроками дважды требовалась помощь медиков. Этот момент на 41-й минуте матча стал переломным. Судья назначил 11-метровый удар, который, даже несмотря на не совсем адекватное поведение соперника, лучший бомбардир первенства, разумеется, исполнил блестяще. Благодаря Анзору первый тайм завершился со счетом 1-0. А в перерыве у обеих команд появился еще один опасный противник – погода. Дождь и грозовой ветер кардинально поменяли условия игры. И уже в середине второго тайма «Сырой Газон» сыграл свою роль. Так соперникам удалось сравнять счет. Но уже буквально через пару минут «Ивановцы» исправили эту досадную оплошность. «Ивановцы» – «Ивановцы» – «Ивановцы» – «Ивановцы» – «Ивановцы» – «Ивановцы» – «Ивановцы» Автор этого действительно красивого гола – Алексей Тюргашкин. Но победную точку в игре поставил опять же Анзор Саная. Итоговый счет матча 3-1 в пользу хозяев поля. Триумфатор встречи – автор дубля Анзор Саная признался. Очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру. В первом тайме, может быть, что-то не получалось. Но мы очень этого хотели. Поэтому на футбольном поле это и доказали. Безусловно, хотелось забить в первой игре. Поэтому сегодня реабилитировался, может быть, за ту игру. Хотя все голы – это только командный успех. Не осталось только. Наставник красно-черных Дмитрий Парфенов уверен – эта победа текстильщика действительно заслуженная. Взяли игру под контроль, забили гол. Из-за своей же ошибки мы пропустили. Но, опять же, это не надо умалять. Соперник тоже старался играть в атакующую игру, что на самом деле от Вологды видеть. Раньше она была более оборонительного плана. Что приятно с такими командами играть. Когда идет открытая игра, когда люди пытаются играть в футбол, это здорово. Теперь команде предстоят непростые выездные игры. А следующим домашним соперником текстильщика станет его давний оппонент – Владимирская Торпеда. С ним на стадионе текстильщик красно-черные сразятся уже 10 мая. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.